А вот есть ли из житей святых, кроме Священного Писания, чтобы в житиях святых где-то был разговор о рождении свыше? Вот в чем дело я хочу. Так, понял, Сергей. Дело в том, что дышит где хочет. В оригинале стоит ветер дует где хочет, и жужжание его слышишь, а не знаешь откуда приходит, куда уходит. В данном случае под духом имеется в виду ветер. Ибо в Псалтире написано, что ангелами творишь духов. Ангелы не делают какие-то духи, а то есть ангелы, четыре ангела, которые держат ветер, в откровении говорится. Теперь о рождении свыше. Я неоднократно говорил об этом, в книгах писал. Нигде никто об этом не говорит. Нигде. Это трагедия церкви. Самое главное, без чего не только не войти в царство небесное, даже не увидеть Игорь Старцев. Ну это да, не может увидеть, это третья глава. Да, да. А почему не говорили? Потому что они этого не знали. Главное было так, показать подвиг, свою решимость. Уйти от этого мира. Смирение, тихо, крутость. Это все плоды после возрождения. Называется освящение. Чтобы мы были святы. Для меня вот самые такие любимые мои святые Мария Египетская и Марк Фраческий. То есть, как бы, будучи крещеной с детства Мария Египетская, она обратилась в один миг, когда ее не пустил ангел в храм. Она обратилась и все. Произошло возрождение в этот момент. И она пошла на подвиг. Там причастилась один раз и все. Так, Сергей, давай по счастям. Вот как раз Мария-то египетская, и она не может быть ни для кого примером. У нее ни одного дня не было по Евангелию. Если она родилась свыше, она бы расслышала голос Божий. Идите по всему миру и благовествуйте, проповедуйте Евангелие. А она ушла в пустыню, 40 лет там томилась, сжигала сама себя. Вот Мария Магдалина, вот это апостол. Она апостол для апостолов. Вот пример для какой. А Мария Египетская никаким примером не является для евангельской веры. Вот она не евангельским путем шла. Она себя томила, а этого Христос не заповедовал. Вы храм Бога живого. Она храм этот уничтожала буквально. Какие холода были. Она голая была. Зосима побежала по пустыне. Я знаю. Конечно. Тем не менее, вы вот смотрите, когда встретила с Зосимой, Слово Божие, она знала Евангелие. Как же? Евангелие она знала. И тем не менее, просила причаститься, чтобы завет с Богом был обязательно. Сергей, она не знала. Не знала. Зачем бы она пошла в пустыню? Которые в пустыне шли, они евангельский дух даже не нюхали. Господь сказал, идите по всему миру. Будьте светом на вершине горы. Это все попиралось, как будто Христос не говорил. Город на вершине горы и в пустыню спрятаться. Большая разница. А вникай в себя и в учения. Вот и вникай. Что думаете, Павел не вникал? Апостол разве не вникал? И в себя и в учения. Они по всему миру шли. Я сидел в тюрьме. Со мной люди. Я вникаю в себя. Я нахожусь в армии. Я вникаю в себя. Я на операционном столе лежу. Я вникаю в себя. Передо мной аудитория. Я сейчас закончу. Я выступаю по радио, по телевидению, на заводах, в милиции, в воинских частях. Это мой путь. Я говорю конкретно. Разве я не вникаю в себя? Я анализирую со мной друзья, смотрю, были ли допущены ошибки. А на что там вникать в себя-то? Там смотреть нечем в себе внутри. Только грязь одна была у ней. Она в другой жизни-то не видала. Правильно. Так она и рассматривала, и каялась. Она же всю эту грязь в себя. Для покаяния требуется сколько времени? Но не больше пяти минут. Только она воскликнула, помилуй меня, Боже. Все, Господь говорит, иди на блудницу, волосы омывала. Иди, пред не греши. А это она целая. Это неверие. Это как тут есть фильм «Остров» Павла Лунгина. Это полное неверие. Там Петр Мамонов играет Анатолия. И мне не нравится. Очень обмерзительный фильм. Я вам сказал, спорить не буду, я просто говорю. Человек, которого коснулся Духа Божий, он не может делать вопреки Духа Божия. Слово Божие говорит как? Идите, несите свет. Мы читаем, ну, 8 глава, 4 стих Деяния апостолов. Когда воздвиг гоняния Саул, написано, рассеявшиеся, как искры, ходили и благовествовали. В пустыне не благовествуют, там одни звери. Это не евангельский путь. У Марии, Египетска, ни одного дня не было евангельская жизнь. А остальное все это накрутка. Она была где? По воде пошла левитация. Еще из жизни древних общин. Да, вот мы знаем, Деяние, 8 глава. Самаряне приняли, значит, крещение, приняли веру и не получили духа. Пришли Петр и Иоанн, возложили руки, помолились, и сошел дух. Крещены огнем и духом. Так? Так, я сейчас поясняю вам. Смотрите, допустим, первый раз, когда считаю, что непонятно, чего им не хватало для получения духа святого. А вот как апостолы услышали, что в Самаряне приняли веру. И зачем они пошли? Они знали только через возложение апостольских рук. Этот вопрос мы поднимаем сектантами. Баптисты, все остальные. Мы говорим, апостолы ничего спрашивать не стали, Петр и Иоанн. И они пошли, они знали только через их руки. Только. Вот это означает хератония от апостольских времен. Как в прошлый раз говорили апостольские церкви, хопты-сирийцы. Почему? Потому что крестил там Диахон Филипп. Диахон Филипп. Это не апостол Филипп был. И они пошли, зная, что апостолы все в Иерусалиме. Значит, они Духа Святого не получили. И они поэтому пошли туда. Вот. Это как раз было миропомазание скорее, чем хератония. Хератония это уже священник, рука полагает. Нет. Предсвитер. Нет, я говорю, когда мы говорим, от апостолов должно быть, это власть на епископов, это власть, которую они бы передали. Дух Святой из их руки сходит. Ну, Бог сделал. Вас зажили руки на них. Мы считаем об этом. Возложили руки, и на них сошел Дух Святых. Это вот 8 глава 14-17 стихи. Да, да. Правильно. То есть это и есть помазание Духом Святым и возрождение от Отца. То есть, но ведь возрождение свыше, вот Дух дышит где хочет. Он говорит, откуда приходит и куда уходит. То есть человек может возрожденный через некоторое место грешить, отпасть. Да это покаяние. Как и Петр, например, начал там лицемеять. Павел его обличил, ну, с язычниками, когда он отказывался там действия. Да, Галатом пишет он. Галатом, да. Вот. То есть, будучи, конечно, и в Пятидесятницу помазанным Духом Святым, естественно, возрожденной речи даже не идет. Вы маленько отклонитесь назад, чтобы вы вошли в экран. О, вот так. О, хорош. О. Молодец. А то, понимаете, срезает, и просто потом вы посмотрите и скажете, что... Вот в этом-то смысл весь, что они, апостолы, не стали даже спрашивать еще, они сразу пошли. Они знали, что Дух Святой, это не надо спорить об этом. А так Господь сказал, на кого возложите руки и прочее-то, кому простите, простится. Вы и донул Духа Святого. А они теперь имели эту власть передать другим. Власть. Почему? Читаем к евреям 7.7. И говорит, без всякого прикословия меньше благословляется большим. Как могут другие получить люди, не имея епископата? И они вообще не понимают. Они пишут. Это понятно, что апостолы рукоположили епископ. Не о том я речь. Я речь не о том, что здесь... А лично, вот вся община получила возрождение. У нас сейчас каждый человек по отдельности возрождается свыше. Не обязательно в каждой общине все одинаково уровня и все возрождены. То есть кто-то может возрожден свыше. Может, там попы не возрожден, там епископ не возрожден свыше и не слышал об этом. И как суета мира крутят там службы, 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 службы. А Евангелие-то оно... Понимает все как надо. Сергей, ты вообще молодец. Рассуждаешь прямо как... По прямой гонишь-то. А мы сейчас просто... Нет, это жизнь. Это не рассуждение. Это жизнь, которая есть. Она сейчас... Я говорю по жизни, а не то, что рассуждаю. Нет, нет, нет. Это похвальба-то, она ни к чему. Я просто знаю жизнь. Да. Вот. Поэтому, как бы, да, службами, требами забиты священники. Ему некогда заниматься священным писанием. Почему? Как вот в древней церкви. Взяли, не гоже нам оставлять Слово Божие. Взяли деканок, рукоположили, раздавайте хлеб. Рукоположили, совершайте литургию. Рукоположили, занимайся Евангелем, проповедуй. Должно в церкви так быть, я понимаю. Один служит, другой там служит, чередуется, служит, проповедует. А когда только службы, 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 человек тупеет. Он, кроме этого, ничего больше не знает. У него времени, у него усталость. Этого нельзя делать. А та без Слова Божия, душа, она мертва, а мертвеет без Слова Божия. Сергей, послушай-ка, у меня сравнение такое. Я говорю, Христос послал и говорит, идите, там увидите осленок привязанный, отвяжите-то. Так вот, если на этого осленка нагрузить разные коробки, разные банки, то Христу негде судить, садиться. Вот эта вот служба, служба. О, я за это. Да. Я за это. Поэтому, кроме священий, и апостола они дали. Одному дар пророчества, одному дар того, они на это рукополагали. Нельзя, чтобы вся власть и все богослужение было в одних руках. Потому что церковь – это организм. Не все же мы один мозг. Правильно? Апостол Павел, когда пришел и продлил слово, не литургию продлил до утра, когда там Евтик с окна вывалился. Говорить надо о победе над дьяволом, сколько душ вырвали, о благовестии. А священники собираются говорить не о чем, только о доходе и приходе. Больше не о чем. Ну, между собой они пусть говорят, что угодно там. Главное, чтобы служение было правильное для людей. Там собрались, там хоть о чем говорят. Может, они там распивать водку или дело хозяйское. Это не касается. Чтобы правильно было поставлено служение. Послушай, я буду маленько говорить. Я расскажу в виде рассказа такого. Священники долго засиделись уже, поговорили, выпили, да уже напилися. А потом один вспомнил и говорит, ой-ой-ой, да завтра же литургия. А если после 12 часов ел или пил, литургию нельзя совершать. Ну так, да. Помните, что делают? А потом смотрят, там один дано под столом лежит. Говорит, а отец-то Василий когда упал-то? Да еще до 24-х, вот ему завтра и служить. Ну вот, это беда, конечно, это беда. Но просто я о чем говорю, что в первой церкви, в первой церкви общинах было не так. Там Слово Божие не оставляли. Это было первенствующее. Потом уже богослужение. Потом уже третье. Как чисто. У вас глазок хороший какой? Чисто у вас так это. Дорогой или что он у вас? Какой? Глазок, который вас отображает, и чисто так. Скайп. Скайп, ну, я покупал его камеру, я покупал два года назад. Ну ладно, я просто отвлекся, мне понравилось. Обычно заходит там туманом или тишит, а вы как будто бы, знаете, на плече 15 килограмм несут и фотографируют Путина, когда высококачественные. Ну, слава Богу, хорошо. Чисто и хорошо, слава Богу, есть вот так вот. Ну, в общем, не жалуюсь, слава Богу, Господь послал. Ладно, ты послуй, скажи мне, пожалуйста, собирался ты там поехать на юг так коптом-то не получается еще? Так, ну да, это не в этой жизни еще. Это когда я мультимиллиардером стану поеду. Это не в этой жизни. Так, а как с занятиями у вас там идет дело? С занятиями? По изучению Библии? Да, пока постепенно, батальон тихим шагом. Не сразу все делается. Здесь все-таки общинная жизнь должна распределяться. Что, ну, нельзя вот все вот только на священник. И священники должны чередоваться. И большим миряне должны, ну, изучение Слова Божия обязательно должно быть. Душа мертва без Слова Божия. Да. Вот. Сергей. Поэтому община, она может быть всякая, по всякий уровень. Но этого оставлять нельзя, как он говорит, негоже оставлять нам Слово Божие. Вот есть декана, нехай там о столах пекутся за ваших. А мы и не будем. Я понял. Я хотел вас попросить мою одну просьбу выполнить. Ну, если Господь поможет. Поможет. Господь обязательно поможет. Доброе дело. Вы помолитесь об этом. Вы в Санкт-Петербурге живете? В Санкт-Петербурге. Вот. Помолитесь, узнайте адрес Душенова Константина Юрьевича. Ему передайте от меня поклон. Он меня хорошо знает. Чтобы он по скайпу вышел на меня. Ему скажите, Игнатий латинскими 10. И мы с ним, он с кем-то беседует, интервью берет. Он у меня пусть возьмет интервью по политическим вопросам. Он по Украине, по Путину. Я ему расскажу. Дело в том, что мы с ним практически не... Я даже не знаю, где он живет. Пойдите. Я наше задание прошу вас. Прошу. Разузнуй, в каком храме ходит. И скажите, вам не надо ничего больше говорить. Скажите, я пришел от Игнатия Тихоновича Лапкина передать вам привет. И далее скажи, он говорил, просил, чтобы он у меня вышел по скайпу, и мы с ним побеседуем. Я ему отвечу на все вопросы. У меня к нему вопросов нет. Который он отвечает вопросы, например, туз в колоде Путина, он отвечает об Украине. Вот хорошо, что Россия такая, пусть мне он задаст вопросы. Я на основании во свете Библии отвечу ему. Он нуждается в этом. Я его хорошо знаю тогда, когда газету выпускал, он православная Русь. Когда судили его за евреев. Последняя его статья была такая. Это пущеглазая горбоносая сволочь. Это заголовок у него был. Это на евреев он так. А я говорю, если бы евреи судили, то я ничего особенного не имею. Ну что, горбоносые? Ну, Бог дал, отличил этот народ. А пущеглазая, так это тоже не обидно. Допустим, я еврей, допустим, против меня, я пущеглазый. Сократ говорит, глаза человеку для чего даны? Чтобы видеть, а не то, чтобы на него смотреть. У тебя глаза в ямочке, вот у тебя. Ты видишь только вперед. А у меня пущеглазый, я еврей. Так я вижу еще как хамелеон направо и налево. Я захватываю 270 градусов. Как у рака. Он мог так сказать-то, еврей. А нет, посадить его. Ну, тоже неправильно евреи сделали. Вы веселый человек. Я постараюсь с Божьей помощью. У меня никаких нет концов о нем. Я даже ничего о нем не знаю. Господь поможет. Поможет Господь. Я молюсь об этом, потому что мы все участвовали в помощи его жене Елене. Наша общая принимала деятельное участие. Мы все время о нем молились. И ко мне он как только вышел, он сразу позвонил. Из тюрьмы когда вышел. Так что скажите ему, что я жду его в скайпе. Игнатий 10. Да, хорошо. Как только найду, передам. Я же участвовал в отпевании его ребенка, сыр-сынка. Понимаете, он с кем беседует. Вот беседует там депутат, стрелков. Что они говорят. Даже со священником отцом Дмитрием Смирновым. Он вот такой вот объемный. На два кресла разлепешится и сидит. И все это в развалку. И все время что-то хлебает, пьет. Такие серьезные вопросы. Он ни одного по Писанию не отвечает. Вот Олег Стеняев, хоть такой же вот, но с Библии в руках. Можно простить за интервью. Да это мой любимый, отец Олег Стеняев. И не знаю, когда еще Господь пошлет, как это, священномученик Даниил Сысоев. Мы у него были в храме, ходили. Да нет, я серьезно не воспринимаю ни Смирнова, ни Чаплина. Они, это, ну, как сказать, заказные. Заказные люди, они, как сказать, отрабатывают свой хлеб. Ну и все, что там. Есть еще один священник, которого я очень люблю. Это наместник Оптиной пустыни. Он тоже пожилой человек. Но только вот, когда он собирает людей, он всегда на священное писание опирается. Вот за это я его люблю. Он там, ну, есть такие, там, и одного дьякона отчихвостил. Тот тоже начал с ним беседовать. Он говорит, я не хочу быть святым, я хочу спастись. Я вот нигде не считал от святых отцов, что должны стремиться к святости и спастись. Что должны считать, ну, стремиться к святости. Он говорит, а как же ты без святости будешь стремиться спасаться? Ты почитай Евангелие, к первоисточнику обратись. И везде будьте святы. Везде к святости призывают. А как же ты это сам, ну, призванный к святости. Как же ты это сам. И там его чисто, ну, по-настоящему. Вот его я люблю от души. И люблю отца Олега Стеняева. Хоть с попухшим личиком, но люблю. Сергей, я хотел сказать, смотрите. Вы еще когда будете беседовать, то скажите, что у нас соревнования. Не просто я должен подвязаться. Павел говорит, многие бегут на ресталище, но один получает награду. И так бегите, не сидите. А бегите, чтобы получить. А дальше, смотри, чтобы кто не восхитил венец головы вашей. Дальше. Уверовал это еще только начально. Дальше мы должны все время освещаться в Боге. И как говорится, не просто бежать. Мы должны слышать голос Божий, повеление. Он будет искать нас там, где поставил нас, а не куда я вздумал пойти. Мы должны просто понимать, на своем ли я месте, моя ли это ящейка. Действительно ли я выполняю волю Божией. Или я вздумал и пошел. Даже дар, жениться, это дар Божий. Жениться, семейная жизнь, это дар Божий. Это серебро. А быть одному, это золото, Златовец говорит. Но не каждому дано это. Надо все время вопрошать Бога. И желательно иметь товарищей, которые более совершенны. А мне это святости не надо. Нет, даже написано, никто не увидит Господа. Никто, преданный греху. Никто не может. Вот это вот смиреннословие, вот такие вот монастырское, да, именно монашеское, что вот ты, главное, стремись к покаянию, к смирению, и вот это вот тебя спасет само собой. Ну, такое смиреннословие. Не смиренно мудрее, а смиреннословие. И не пожалуйста, я не знаю насчет святых, а ну вот я хочу спастись. Это называется свечное благолепие. Да. Хорошо. А когда, говорит, люди приходят, ничего не говорят. А у них, говорит, затянулся антракт молчания на 70 лет. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Хорошо. Ну, ладно. Спасибо это самое вам за пояснение. Очень, ну, так сказать, приму к сведению. Хорошо объяснили. И, ну, значит, как бы, пустым не ушел, главное. Позвонил, и пустым не ушел. Это важно. Спасибо, Господи. Так, и на будущее. Вы сейчас вот завтра или через неделю посмотрите наш разговор-ролик. И помните, что Константина Юрьевича найти, повеление вам дается, найти. И ты обязан найти его и сказать, я скажу, послан был найти и обезвредить. Ангелом. То есть ангелскую миссию выполняю. Скажи, задание такое, тебе сказано было найти и обезвредить. Посланник, ангел, да, донести. Позвоните Игнатию Тихоновичу. В скайп, в скайп. Не просто позвонить. Вопросы задать, скажи, которые ты другим задаешь, беседуете. Да. Самое серьезное, мне пусть задаст. Вот, простите, еще один. А как вы сами к Стрелкову-то относитесь? К Стрелкову? Ага. Ну, понимаете, я его послушал, недавно он беседовал с Крутовым, главным редактором «Русский дом». Но я посмотрел, они говорят, Крутов это вообще мужик крутой, очень грамотный, знает. Но здесь они беседуют, как говорится, в пустоту. Стрелкова, главная у него заслуга, что его не убили. Он везде участвовал. Он много крови, много крови пролил. Очень много. Ему надо идти на покаяние в затвор. А вот Николай Викторович Стариков, что скажете? Я его очень уважаю, сам сразу скажу, без лукавства. Николай Викторович Стариков, не слышали такого? Нет, не знаю я его. Не знаю. А Катасонов этот? Я слышал, вот, краем уха посмотрел, это не мое. Я отхожу и все, это не мое. Катасонов? Я о нем не могу сказать ни слова. Что-то я его посмотрел и сразу отошел. И вот я говорю, могу сказать, вот я молюсь, и у меня большой список, о ком молюсь. И вот бывают люди, о которых легко молиться, а бывают те, о которых очень трудно идет молитва. Тогда люди, которые не имеют опыта молитвенно, они говорят, ну а как ты это узнаешь? Ну я не могу тебе передать, как? Ну, это внутреннее. Понятно. То есть понятно. Да. А Валентине Катасонове даже не слышали, да? Я слышать его, повторяю, слышал, но ничего сказать не могу. То есть я его не знаю. Он такой очень верующий профессор МГИМО и хороший, так сказать... Ну допустим так, я скажу, Александра Мения я лично знал. И когда его убили, мне сразу телеграмма пришла. Так же было и с Данилом Цесоем. Только случилась ночью трагедия, они мне сразу же сообщили об этом. Мне не надо ничего рассказывать. Это почему? Мое сознание его канонизировал. Для меня он не просто мученик, а священно-мученик. Хотя я, работая с мусульманами, абсолютно не этим путем иду. Он разбирает подробности. Я выпустил один том, посвященный Корану. Том. 700 страниц. Полностью весь Коран во свете Библии в сравнении с Библией. Но с ними беседую, мне нужно установить авторитет Библии. Я вообще не касаюсь ни Мухаммада, ни Корана. Я благовестник Евангелия. Ну да. Но его я не осуждаю. Он так понимал, так делал. Нет, ну а как? Если не обличить заблуждение, он через обличение шел вы через Евангелие, каждый своим путем. Но во всяком случае, он цели добивался. И молодец. Человек святой. Но ученики его совсем не те. Ученики его, которые идут. Я уж не буду говорить. На меня однажды не выше, просто хулиганье. Просто хулиганье и хамье. Это провокаторы. Притом у них нет понятия отношений. Они ни на что не смотрят. Совсем. Они начали подыскиваться. И к чему ты сроду не догадаешься. Сергей. А вот вы говорите, не нарушаете. А написано, пойдешь застан, возьми лопатку, чтобы зарыть испражнение. Я говорю, ну и что? Ну вот вы же нарушаете. Я говорю, где вы нарушаете? Мы ехали, у нас специально лопатка. Мы специально вырывали и зарывали. После нас даже ни один следователь не найдет, где мы были. Как они расхохотались. Вопрос задали, а сами хохочут. Мне не надо говорить, это Писание говорит об этом. Почему? Причина не потому, что я гигиену люблю, а потому, что написано, ибо посреди тебя ходит Господь. А они ха-ха-ха. Я говорю, у меня фотография есть, но она завернутая лопаткой, шехол такой, ну как, саперная лопатка. Ну, глупые люди, я думаю, что да. Это, так сказать, ультраправославные, которые христианами не стали просто сами. Иоанн Златоуз говорит, для многих... Постой православный. Настолько христиане, что православные, что христианами не знают. Даже не знаете, какого вы духа. Вот, сказать, правильно. Сейчас партия есть такая, называется Великодержавники. У них прямо в программе написано, мы за православие, но против христианства. Вот она. Это наша вина. То есть православные сумели себя показать так, что никакого отношения ко Христу не имеют. Нет, дело не в... Это языческая партия. Они язычники. Они язычники. Я их... О них видел. Родноверы. Да, родноверы. Они язычники абсолютно. Там с ними отец Данил беседовал. Я видел этот ролик. То есть там они вообще... Говорит, я он молюсь и руководствуюсь там с бабушкой своей. Откуда ты... Она может в аду. Откуда ты знаешь, что... А как ты можешь руководствоваться? Я с ней связан. Как так ты с ней можешь быть связан? Откуда ты знаешь, что с бабушкой, а не с бесом там с каким-нибудь или еще там. Вот такие удивительные вещи говорит человек. А бабушка твоя кто была? Она была христианкой или коммунисткой? Если коммунистка, что это родноверие, что ли? Чем она была-то? Меня вообще вот такие вот вещи иногда поражают. Людям просто запудрили со стороны мозги. Правильно. Потому что вот мы родноверие. Это мода. Допустим, взять начало века, 20-го. Не было никакого язычества. Второбрячество было. Язычества не было. Никто не обращался к язычеству. Это новая вея. Но тут, понимаете, генерал Петров, это Константин, и Левашов Николай потрудились здесь. А, ну вот, а они с запада, на западные. А они внезапно умерли. Внезапно. И какая, что-то разорвалась, а вот это, говорит, космические силы ударили. Они с бесами связаны были. С бесами, да. Да, именно, именно, именно. И мало того, они, то, что с бесами, они еще и с запада деньги получали. Так вы знаете, вот тут интересный момент какой. Я когда стал исследовать, а у нас была тут еврейка, она принесла мне Левашову. Я посмотрел, они строят на ненависти к евреям. А евреи-то думают, ага, нас ненавидят. Ненавидят, давайте на этом построим. И они так, на этой ненависти, а дальше уже язычество все вошло. На одной ненависти к евреям. А евреи воспользуются, я думаю, что основание от евреев идет. Это так три мировые религии. А это и продумано так? Да. Чтобы язычество возродить? Да. А неправильно, неадекватное, вот если есть адекватное отношение к евреям, ты понимаешь, что да, против Христа, да, но не ты корень держишь. А когда заставить ненавидеть сам корень, не грех, который антихристианство, а ненавидеть сам корень, который держит, вот это вот цель, язычество, цель дьявола. А теперь язычество, сатанизм сплошной идет. Не ты корень держишь, а корень тебя. Вот они и стараются показать и заставить, приучить человека ненавидеть корень. Корень – это еврейский народ, и поэтому ты должен только благословлять их, а не проклинать. Если хочешь спасение иметь, чтобы они обратились к Богу, приняли своего истинного мессии Иисуса Христа. Ну все тогда у вас, да? Спаси Господи, да, рад был с вами пообщаться. Ладно, спаси Христос. Когда он в начале появился, и сейчас головой так крутит, я не понял, что он уже как-то полезно такая. Поэтому, видишь, Ильин пришел. Господь милостей, пусть его Бог благословит. В Санкт-Петербурге. Ну все у нас сегодня, все у нас сегодня, 26-ю. У нас сегодня пришлось такое дело. Вчера я думаю, кто-то постучался, а я видел, пробежал кто-то перед окном, я подумал, что племянник пробежал, Никита. Прошел, думаю, ну, Надя, я даже, ну, внимание, и кто-то стучится, вот так у меня компьютер, открыто, все, я дверь-то открываю, через дверь отвечает он, дверь-то, и заходит, выше меня ростом, лежу сухощавый такой цыган, с железной зубы, и так это везде, вот я принес кофту продавать, какую кофту, зачем? Я христианин, я показываю, он тогда тоже крестился. Я понял, это соглядата, они выискивают, где еще можно ограбить, больше ничего не надо. И вдруг день прошел, я помолился об этом, закрой нас, Господи, только стемняйся. Надежда Васильевна по телефону мне звонит. Какая-то цыганка пришла и говорит, мы приезжие, вот угля не дадите ли, не накормите ли. Я понял, что они уже оккупируют. Ну, я взял, вот, телефон у меня, стационар 02, милицию. Милиция работает, отлично как. Только проговорил, я в окно сам смотрю, когда отсюда она уйдет-то. Ну, пока крутился, видимо, она вышла. Ну, я думаю, надо выйти на улицу. Вышел, никого нету. А там соседи. Я побежал туда к ним, которые с собачкой выходят. Я говорю, так, ой, да тут какие-то, да это где-то вот здесь вот рядом есть. Маленько погодя, два экипажа подъезжают полицию. Вот, и как раз пришел занять это. Поговорили, записали, ну, и сразу не... Вот, вот у вас звери наружные, это, железные, это, так вы их закрываете. Еще они у вас открыты. То у вас же там продукты, он все знает, милиционер-то этот, полицейский. Я говорю, день, потому что был. И так по-хорошему, визитки им дали и прочее. Так что, кто будет слушать, помолитесь, чтобы Бог нас сохранил. Тут рядом, прям рядом у меня сосед, вот, ну, вот, дом с домом мы находимся. Он пошел хлеба купить, что ли, приходит бабка дома, приходит, она уже зарезанная лежит. Этот Митрофант, он года на два старше меня. И так никого не нашли, видимо, наркоман ворвался в комнату. Поэтому надо быть осторожным. Где много рук, напишется, вешай замок, Серахов говорит. И осерегайтесь людей. Кажется, 10-17, Евангелие от Матфея написано. Осерегайтесь людей. Ну, а причина как? Они будут предавать вас. Ну, вот это и такое может быть. Такого никогда не было. В ограду к нам никто не заходит. А тут кразу, день за днем, и все это цыгане. Ну, не работают. Тут как-то Надежда Васильевна, тут у нас колонка недалекая, она метров, может быть, 50 от нас, 70, даже ближе маленько. И она провела ее. Я говорю, ты не отходи там от... А утро ранее, едва только расцветало. И она на ней качается все-то. Видит, она в бочке-то у ней не течет шланг-то, вода не течет. Она еще ничего не поняла, что вода-то не течет. Она выскочила, а шланга нету. А он ее как подхватил, шел с ночных подвигов-то, видно. Цыгане тоже. И поволох, а вода-то из шланга течет, и к нему прямо в ограду. Я зашел, никак. И милиция ничего нигде не нашли. Ну и все. А я знаю, даром это не пройдет. Маленько-маленько, и все уже за решеткой. Да он ни в чем не повинен. Ну, а в чем он повинен? Вор. У меня шланг своровал. Господь его нашел. Теперь он отрабатывает за него. А мы и поливать не стали просто. Кого тут поливать-то? Так хватит. Маленький огородчик. Ну и ладно, я к делу сказал, не к делу, а спасаться надо. Слава Богу.